Шукру надо делать за то, что Всевышний Аллах, во-первых, создал эту женщину ради твоего благополучия, во-вторых, за то, что Всевышний Аллах дал тебе эту возможность и воздавать хвалу Всевышнему Аллаху, ценить это благо и дальше не распространять свои взоры на всех женщин. Самая большая проблема в семьях со стороны мужчины возникает из-за его глаз, из-за того, что он не притупляет свои глаза. Он поженился, есть у него жена, и когда он и в соцсетях, и на улице постоянно видит женщин, чем больше он их разглядывает, тем больше у него возникает ухудшение отношений, его личных отношений со своей супругой. Положения ислама устроены таким образом, чтобы мужчина минимум раз видел чужих женщин, устроены такие положения в шариате. Аллах запретил нам разглядывать, смотреть, случайно увидел, второй раз уже смотреть. Это грех, вы знаете. Аят Священного Курана к этому призывает. И представьте себе, каким бывает мужчина, когда он не видит посторонних женщин, для него его единственная жена становится самой красивой женщиной на свете. И он ее ценит, он ее любит, и сохраняется их отношение. И поэтому сказали, два источника проблем в семье. Распущенность мужского глаза и распущенность женского языка. Вот эти две вещи. И женщина, обычно, наши сестры, упаси Аллах, если у кого-нибудь из них развязывается язык, и когда вы провинились перед ней, останавливаться очень тяжело бывает им. Благо, если у мужа хватает мудрость при этом промолчать, дать ей все это сказать. Нет, он начинает кричать. Бывает, наверное, у многих, нет, наверное, людей, у которых такое не возникает. Вот сейчас хочу дать совет. Что делать в таких случаях? Приходите домой, что-то о вас узнало, в чем-то вы провинились, все, началось. Начала она поливать вас. Один ученый говорит, в этом случае знаете, что самое лучшее? Встать перед ней, опустить голову и молчать, сказать, ты права. Я виноват перед тобой. И ничего вы не потеряете. Она успокоится. Но если вы начнете орать на нее, кричать, то этому конца краю не будет, и, возможно, после этого и произойдет развод в результате этого. Так часто бывает. Вот женский язык, почему не зря сказали мудрецы, у той, которая распускает свой язык, сокращаются ее дни. Имеется в виду дни в браке. Я, наверное, не ошибусь, если скажу, 80% разводов, и мамы не дадут солгать, 80% разводов по вине языка жены. Ой, что я наделала, говорит она потом. Она требует развод. Здесь и сейчас, и все три, ни один, ни два. Поэтому некий сподвижник, имя я его не могу вспомнить, он страдал от истерик своей жены. Истеричность, знаете, это природа женская. Поэтому вы ей позвольте это делать. И будьте готовы это услышать. И этому лекарства нет, кроме как сабра. И ночью, который был вынужден покинуть свое жилище, один из сподвижников из-за истерик своей жены, и он прямо направляется к Умару, радия Аллаху ангу. Умар, кто такой? Умар храбрец ислама, Умар после ислама которого, один человек, после ислама которого, ислам вышел из подполья. Таким был Умар, радия Аллаху ангу. Этот человек приходит, думает, вот сейчас я постучусь к Умару, пожалуюсь на свою жену, что мне делать? Он начинает слышать похлеще. Из дома Умара радия Аллаху ангу. Он думал, что это только у него. И он передумал постучаться к Умару и сидит он у крыльца ждет. Одно время некоторое, через некоторое, и он не слышит ни малейшего возражения от Умара. Голоса Умара радия Аллаху ангу не слышно, слышны крики его жены. И выходит Умар радия Аллаху ангу через некоторое время он говорит, слушай, что ты здесь делаешь? Он говорит, я вот так был вынужден к вам обратиться, пришел к вам и говорит, передумал к вам обратиться. Умар говорит, а что мне делать? Говорит, тут же, несмотря на истерику ее, Умар радия Аллаху ангу ему преподает урок, как в таких случаях обходиться. Он говорит, как, разве я не должен терпеть, говорит Умар. Ведь она готовит моим гостям, стирает мою одежду и так далее, начал перечислять все, что ему супруга делает. И что стоит это потерпеть, сказал Умар радия Аллаху ангу. Поэтому, когда она начинает истерить, вы не начинайте, вы из этого панику не делайте. Постарайтесь по-другому к этому подойти. Конечно, если она в самом смертном грехе вас обвиняет, не говорите это правда, потому что они могут такое тоже сказать. Но в основном они знают каждый наш недостаток. И лучше не отрицать это. Потому что никто, как наши жены, наш вес не знает. они знают сколько у нас недостатков, сколько наших положительных сторон. Они очень хорошо знают. И мы должны знать. И мы должны ценить друг друга за эти положительные стороны, за эти хорошие качества. Поэтому, во-первых, это раб Аллаха, который сотворен Всевышним Аллахом для того, чтобы с тобой делить тяготы этой жизни, чтобы приносить тебе, как мужчине, облегчение. И ты должен воздавать хвалу Всевышнему Аллаху и ценить свою супругу. И всегда забывать один прекрасный день, просто как нехорошая погода, у нее проявляется этот характер. Надо с пониманием к этому относиться, особенно молодые люди. Я вас предупреждаю. Поэтому будьте к этому готовы. Некоторые сказали, что женщина даже имеет, некоторые идеологи, ученые, такие мыслители сказали, каждая женщина имеет право на истерику. Это ее право, поэтому и в то же время это не должно вызывать разочарование наших женах. Поэтому посланник Аллаха сказал Пусть говорит уверовавший не возненавидит, не разочаровывается своей уверовавшей супруге, если ему в ней, если он возненавидел в ней какую-то черту, то его устроит другая ее черта. И тут же, когда вы начинаете в ней разочаровываться, вспомните о ее хороших чертах. Вспомните о том, что у нее есть очень много хороших черт. чертах. Продолжение следует... Продолжение следует...